Добрый вечер. Уже в преддверии Сергея Бунтовского микрофона и в преддверии второго тура голосования на Украине, выборов президента Украины, вот появилась информация, о которой более-менее знали, но вот она обобщена и хорошо проверена здесь ресурсом Insider. И вот о чем идет дело, в том, что может быть вполне или план финансирования части компании Зеленского со стороны России и пророссийских сил, или же действительно этот план каким-то образом реализовался. Вот Роман Доброхотов, шеф-редактор интернет-издания Insider, у нас сейчас на телефонной линии. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Роман, в чем стоит смысл? Вот эта переписка, она всплывала или это нечто вроде вброса такого во время выборов сейчас? Ну, давайте я расскажу о хронологическом порядке. Вот хронологически сразу, да-да-да. Да, здесь нужна точность, поскольку сейчас идут выборы и надо быть предельно точно во всех формулировках. Значит, что мы знаем, что есть такой центр миротворец, который считается близким к Порошенко, и он заявляет о том, что они мониторят взломанные аккаунты некоторых сепаратистов ДНР, ЛНР. В частности, они следили за Дмитрием Хавченко, такой сепаратист ДНР, и когда они обнаружили некоторые подозрительные письма, как они утверждают свидетельствующие о финансировании Зеленского, они эту переписку дали в открытый доступ и обратились в СБУ и другие правоохранительные органы, чтобы проверить, действительно ли было такое финансирование. Рома, когда это было сделано? Это было вскоре после того, как сами эти письма появились, то есть письма это 25-26 февраля, ну вот буквально через несколько дней после этого, соответственно, миротворец выложил этот массив в открытый доступ. То есть это уже на фоне выборов, практически. Да, то есть это уже на фоне выборов, причем более того, это уже на фоне второго тура, то есть уже понятно, что речь идет о Зеленске против Порошенко. Значит, что это за письма? Это переписка двух сепаратистов, Дмитрия Хапченко и Андрея Пинчука. Андрей Пинчук это еще и полковник ФСБ, как он призывает бывший полковник, но мы знаем точно, что он, по крайней мере, им был. И переписка следующего письма. Значит, первое письмо 25 февраля, это Пинчук пишет. «Бюджет на акции комика согласовали, выводив на первые 200 тысяч, передавай, как договорились, потом посмотрим по результатам социологии». На что Хапченко отвечает. «Принял, вывод из крипты начну завтра, на ту сторону пойдут на неделю». И через несколько часов Хапченко пересылает письмо на адрес Николаевского предвыборного штаба Зеленского, где стоят только две цифры. Четыре и двести, соответственно, подразумевается, вероятно, что четыре транша по двести тысяч. По двести тысяч, чего, кстати говоря? А вот это непонятно, да, это довольно важно, поскольку, если речь идет, скажем, о двухстах тысяч гривен, например, это одна сумма. Если это двести тысяч долларов и четыре транша, то это уже довольно существенная сумма для избирательной компании не только на региональном уровне, но, в принципе, и на федеральном. Дальше, что мы делаем, как инсайдер, когда проверяем эту информацию? Во-первых, мы установили, что этот массив в целом подлинный, то есть мы списались, звонили с людьми, которые были участниками этой переписки, например, журналистами, которые хотели взять интервью у Хапченко, и удостоверились в том, что действительно они эти письма присылали, то есть в целом массив... Массив переписки, массив документов, да, подлинный? Да, 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 то есть вот этот сам имейл в ящик Хапченко верный, мы удостоверились в том, что такой имейл Пинчука тоже существовал и существовал до того, как вся эта переписка началась, что там в 2014 году у Пинчука был такой имейл. То есть, ну, вот как минимум, вот с этой стороны правдоподобно. Но у вас ведь есть опыт и способы верификации всевозможных переписок и документов. Да, к сожалению, у Мейл.ру нет нужных электронных подписей, которые могут точно прямо подтвердить, что вот эти письма не были изменены, поэтому там есть другие метаданные, по которым можно посмотреть, например, правильная ли последовательность писем в ящике. И вот эти метаданные точно верны. Но вот какой-то такой вот цифровой подписи, которая бы вот прямо однозначно свидетельствовала о том, что эти имейлы не менялись, нет. Поэтому вероятность того, что, теоретическая вероятность того, что, скажем, Центр Миротворец мог именно эти два письма подделать, она в принципе есть, но это было бы очень сложно. Это было бы сложно, во-первых, потому что, ну, просто потому что все метаданные надо было правильно сохранить, а во-вторых, потому что нужно было бы учесть весь контекст. Например, контекст того, что Хавченко действительно имеет доступ к криптобирже, и поэтому вполне логично, что через него могли выводить так называемую крипту. Этим занимается, как вы говорите, занимается СБУ, и СБУ проводит свое расследование. Есть ли какие-нибудь промежуточные результаты этого расследования? Пока ничего неизвестно. Они пока ни о чем не сообщали, но здесь надо понимать, что если речь идет о больших суммах, то есть если речь идет о нескольких траншах по 200 тысяч долларов, то, ну, мне кажется, очень сложным будет эти сделки провести так, чтобы это было незаметно. То есть если действительно проверка СБУ будет, вот этого Николаевского штаба, то найти сотни тысяч долларов, притекающие на счета членов штаба, будет, в принципе, несложно. Поэтому, да, мы ждем этой проверки, но понятно, что они сами же, и СБУшники, как я понимаю, сами сейчас не горят желанием в это вмешиваться, они сами не знают, кто будет следующий президент, и понимают, что как бы это тоже все чревато, поэтому, к сожалению, вот у многих сейчас и к самому СБУ из-за этого нет такого доверия, они боятся, что как бы СБУ тоже может оказаться политизированной организацией. Что говорит штаб Зеленского? Говорит что-нибудь об этом? Штаб Зеленского, естественно, говорит, что все это фейк, но, понятное дело, что в любом случае, штаб Зеленского это бы говорил, поэтому, а вот, и, к сожалению, нет никакого способа для них вот предоставить информацию, которая бы это опровергла, да, то есть они могут показать там свой компьютер какой-нибудь, но оттуда все можно удалить, да, поэтому они сейчас оказались в такой ситуации, что если это действительно фейк, то вот доказать это им тоже будет сложно. Нет, сказать вообще, просто сказать с порога это фейк, ну да, ну как еще они могут сказать, но фейк в чем? Ну, вот фейк вообще переписка, они говорят. Ну, они сказали, нет, они говорят, что это все миротворец придумал, что это все политические, значит, разбирательства. Да, но здесь есть еще один момент, по которому надо, по которому вот мы не успели поговорить, он важный. Это то, что в 2014 году в другой взломанной переписке обнаружились документы, тоже относящиеся к людям близким к Суркову, а Хавченко и Пинчук, это люди тоже под Сурковым. Так вот, были обнаружены документы, где прямо подробно расписывается так называемый план Буратино. Это план поддержки какого-то независимого кандидата, который будет выступать против власти и будет использовать юмор и сатиру. И он будет такой вот контр-культурный, контр-эстеблишмент, и поэтому все будут его поддерживать. Да, я у вас там читал, я у вас там читал как раз вот этот, про этот план Буратино. Он такой затейливый достаточно, это просто вводить, высмеивать и тогда смехотворно делать любые выступления патриотического толка и любые выступления такого национального толка на Украине. Ну да, и там интересно еще то, что, во-первых, там показаны бюджеты, и это как раз примерно сотни тысяч долларов. То есть если речь идет об этом плане, то это такие масштабы. И еще интересно то, что все эти документы были опубликованы в 2014 году, и это точно не фейк. То есть они в 2014 году понятия не могли иметь о будущем движении Зеленского. И, ну, то есть подделать сейчас, вот в настоящем времени, взять и подделать что-то, выложенное в 2014 году, невозможно, да, без машины времени. Поэтому то, что такой план существовал, это точно. А вот другое дело, имеет ли к этому отношение эта переписка, к отношению к этому плану, вот это вопрос. Да, это очень любопытно, и я всем советую почитать на инсайдере эту информацию, вот выложенные и документы, и подробные, действительно, вот процесс верификации, вот который там сделал инсайдер. Продолжение следует...